Я вас приветствую! Наконец-то! Хоть в три часа дня нашла время сесть тут с вами на лавочке посидеть. Все в каких-то... Не знаю, каких-то бесконечных работах и заботах. Не, ну переезд это понятно. Ну кроме этого ж, а остальные какие-то домашние работы, они ж никуда не делись. Они же так же и остались. И вот сижу сейчас и думаю, что я такого делала? Ну, во-первых, готовила кушать. Знаете, я не люблю питаться чем попало и как попало. Я люблю кушать такую здоровую еду, еще и вкусную, чтобы это было. Ну, я люблю всегда иметь какой-то супик. Супик. Самый простой это такой, рассольный. Все туда... Хотела борщ варить, потом подумала, тонула так долго. Я сейчас быстренько рассольный. Дашу туда. Мясо вкинул, варится. Картошку порезала, морковку потерла, лук порезала. Чуть позже огурцы. Специи насыпала. Еще я туда добавляю на свою эту кастрюльку три ложки, да, три ложки овсянки. Такой, знаете, такой... Не такой, который совсем быстро варится, а такая вот... Ну, такая крупная. Крупная такая, более-менее. Такой суп получается класс. Петрушечки с балкона туда с укропчиком порезала. Лаврушечку. Там замелодела. Такой супчик. У меня как раз получается теперь в этой кастрюльке, в которой я всегда варю, три порции. Приготовила. Но это я готовила параллельно. А параллельно с этим я готовила вот это ж мясо, которое я купила. Такой здоровый кусок вот этой вот постной говядины, которую... Она сейчас у меня стоит в мультиварке. Два часа томилась там. Помните, я делала с этим... Как они... Как там называется? Ну, этот... Уксус такой. Не, он не базиликовый, как он там называется. Это забыла. Ну, вот такой коричневый. Да? Слушайте... А, бальзамический. Во! Ну, крутится в голове, а так сразу и не вспомнишь. Бальзамический. Вот я делала. И сейчас сделаю. Теперь мясо там потомилось. Сейчас оно стоит там, чтобы можно было крышку открыть в мультиварке. Потом я тут с вами побеседую, посижу. Потом пойду это все открою. Пораздираю его на ниточке. Знаете, как на холодец. Вот как на холодец мы там измельчаем. Ну, на холодец можно и ножиком порезать. Ну, он здесь не режется. Здесь именно вот весь этот, так сказать, прикол взять его и порастягивать на ниточки. Потом там эту подливу довести до ума и вкинуть в эту подливу. Ну, класс. То есть я хотела приготовить, чтобы у меня что-то такое было, чтобы можно было покушать. Ну, там взял потом одну картошку в микроволновке. Теперь, как посоветовала одна зрительница, на вот эти, на, как они там, ну, на углы, на углы, верхние углы, наверное, комода, ну, что-нибудь там попривязывай. Ну, я не думаю, что они тут повредят, пока будут перевозить. Знаете, ну, что тут? Отсюда на этом, чем они там возят. Ну, тоже тролли у них такая своя. Если машина сможет заехать прямо под окна ко мне, будет лучше. Но у нас машина большой трак, вот это, знаете, большой длинный трак. Он не заезжает сюда, потому что по габаритам ворот не проходит больших. Поэтому возят аж туда за ворота. Выгружать, разгружать обычно. Ну, ничего они там не сделают с ним. Ну, подумаешь, ну, сделают что-то. Новую купим. Старую продадим, новую купим. Так. Хорошо. Сколько ты в жизни, да, как говорится? Наливай и пей. Вот. Ну, шучу. Ладно. И думаю, уже завтра я его, или, может, даже сегодня вечером, тогда сегодня вечером, уже так его это, замотаю пленкой. Уже будет тоже готово. Я думаю, а вот если бы это надо было быстро что-то делать? Сегодня сказали, там через два дня надо переезжать. Нет, здесь так не говорят. Здесь тебя всегда обо всем предупреждают заранее. Вот он пришел, Кевин, и сказал, что я приду. То есть он пришел в пятницу и сказал, что я приду во вторник. Во вторник. Вот во вторник приду, там, мы еще там пообсудим, значит. То есть я уже как бы с дочерью переховорила по поводу того, что он предлагает. И он придет, обсудит. То есть либо я скажу да, либо я скажу ему, а какой еще там есть вариант? Ну, я скажу, ну, расскажи, расскажи. Как в прошлый раз я ему сказала, бей онлайн, то есть быть честным, скажи мне вот так и вот так. Ну, в общем, короче, рямо тут пошутили, пошутили с ним. Ага. Поэтому все заранее. Ты знаешь заранее, когда к тебе придут, потому что без, в общем-то, предупреждения к тебе не полагается никому здесь ходить из таких официальных лиц. Они тебя обязаны предупредить, да еще и письменно, что они придут. Он-то, в общем-то, и зашел ко мне отдать мне вот это письмо. Он бы мог его, собственно, и под дверь подсунуть. Но поскольку уже было предложение, и он как бы заранее мне это сказал, поэтому он, конечно, и постучал ко мне, так сказать, без предварительного предупреждения. Ну, это ж тут я ему сказала, приходи в любое время, я дома, мы будем это обсуждать. А так нет, нет, тебя должны письменно предупредить, а еще как бы не за две недели, что у тебя там придут что-то делать. Да, здесь так. Теперь, чем я еще занималась? Значит, хотела вот этот компьютер, это который я покупала, как бы это был в последний день, какого-то, в двадцатом году, в двадцатом году, да, в последний день, перед тем, как нас посадили на локдаун, самый первый. А у меня с компьютером что-то там случилось, который был. В принципе, он рабочий, ну, что-то там такое мне показалось. Я побежала и купила этот, за пятьсот долларов. И пользовалась им. Вот, сколько получается, четыре года. А потом я его уронила. Знаете, уже сама забыла об этом. Как-то выбрасываешь такое из головы, такие мелочи. Я ж пошла, а что в нем случилось? Он работает, еще не сейчас работает. Я ж хотела его, из него выбросить. Все то, которое там есть. Такое, мои какие-то там всякие данные. То есть, почистить его до этой, до того, как ты его покупаешь, ну, в магазине там, ничего твоего нет. Ой, включила, боже. А я забыла. А в нем же, он работает, все работает, включается это. А в нем полэкрана не работает. Там в нем надо менять экран. Я ж ходила, чтоб там поменять, я уже не помню, сколько от меня хотели содрать. Чего, семьдесят, четыре, сто долларов. Я уже не помню, сколько хотели. И я ж решила, что нет, так мне не пойдет. Пойду, куплю себе новый. Купила новый. Поэтому, сегодня включила, а он, я даже нашла, пошла в гугле, написала, как сделать то, что я хочу, чтобы не пользоваться, ну, там, там, скажем, мышью, да, мышью. Мыши у меня нет, у меня так это, вот так вот я пользуюсь. Ну, скажем, мышью. А чтоб, знаете, нажимать на клавиши, там, сочетание вот этих. Нашла. Нашла, начала, до половины дошла, а дальше не получается. Там надо, чтоб было на экране это видно, там, эти таблички, которые тебе рисуют. А это как раз до половины экрана, на которые не видно. И поэтому я не смогла это сделать, поэтому я его выключила благополучно и положила в тот пакет, который я собираюсь. Вот у меня тут, ой, такой тяжелючий, такой пакетища. Тут у меня есть еще один, это такой из тех, который был самый первый, который я купила еще, наверное, я не помню, в 2010 или в 2009 году. Такой был классный, самый лучший был, который мне нравился. Помните, я тут показывала, фотоаппарат есть, который взяла, как бы работал-работал, потом умер, Sony. Это они его отключили. Потом вот у меня эти есть, помните, как это было, нет, не iPad, не iPad, а как было, чтобы можно было музыку сюда заряжать и потом слушать через наушники. Как оно называлось? Ну, mp3 player, так оно вообще это называлось. Телефон, один, второй, старый, этот я вообще никогда не пользовалась, купила, помню. Это такой кнопочный, но он новый совершенно и никогда им не пользовалась. Ну, и тут куча всяких проводов. Вот это я все сложила, там 26 числа, вроде бы, в New Market, там я нашла, нет, вроде бы, это принимают. Если все будет хорошо, я поеду и постараюсь это туда сдать, все это. Там антенна у меня такая работающая, которая была антенна для телевизора, обыкновенная антенна. Тут она в стеночке вделанная, то есть она имеется. Не спутниковая такая обыкновенная антенна была. Но гнездо есть, а самого, самой этой антенны не было, конечно, здесь. Я ее покупала. Ну, в общем, я это все туда сложила. Ну, в общем, и этот тоже туда, так сказать. Ну, он такой, полуработающий. Не, он работает, только у него не работает этот. экран. Ладно. Ой, Господи, какое это все тяжелое. Вчера, я вчера, вчера, я же говорила, вчера я доводила до ума вот этот. Вот этот. Этот все. Этот, я его, так сказать, переобновила. Он весь теперь, как новый. Он работающий. Полностью работающий. Все. И в нем даже Windows стоит, как бы не... Какой тут Windows? Windows 10, по-моему, стоит здесь. Он такой хороший. Но, он до такой степени медленно работает. До такой степени медленно, что меня зло брало. Почему я купила тот, потому что вот этот так... А, вспомни, он так медленно работал, так медленно работал, что я пошла и тот купила. Так, вот это к нему. То есть, этот работающий. Я его поставлю продавать. По дешевке, но поставлю продавать, сфотографирую. Потом еще. Вот это тоже я сегодня обновляла. Это такой Уже лет-лет и памяти нет Это мы покупали Моей младшей дочери Когда она училась в университете Университет она закончила В 2011 году 13 лет назад То есть этот компьютер Вот я его сегодня включила Так сказать в нем переустанавливается Когда ты его включаешь и вот это делаешь В нем переустанавливается Windows А я даже не знаю какой тут переустановили Windows Тут было еще Windows 7 По-моему стояло Да, ну что-то такое А вот какой тут установили не знаю Он работающий, работать пожалуйста И можно пользоваться Вот поставлю его тоже продавать Поставлю каких-нибудь 20 долларов Ну может кто-нибудь купит за 20 долларов Может кому надо, я же не знаю Но он работающий Вот это я именно занималась Знаете Хорошо, что я уже с этой электроникой Позакончила Ужас какой-то Это кимоно А то я вчера забыла сказать Что-то был Инсбрук Это кимоно Такая Стоит красивая Сейчас я на нее такой свет немножечко направлю Она такая Она посветлее, чем Наверное вы ее видите Ну такая Красивая Кимоно Вот так Надо поставить лампочку Дай бог, чтобы она не упала Потому что и кимоно тут еле держится Если бы вы видели, как она на чем тут стоит Ой Знаете, что я уже хочу Я уже хочу к живому быстрее Что-то там совершилось уже Чтобы можно было уже Я представляю этот момент Я представляю этот момент Когда уже Вот ты переехал Все поставил Все пораскладывал Все привел в порядок Знаете, такая Чистота, красота Цветочки расставлены Когда это будет Я уже этого Я жажду этого момента Ну или хотя бы уже Чтобы я переехала Чтобы я уже Чтобы уже вот это Вот это Хотя бы этот переезд уже И вся Вся какая-то упаковка Ладно Ладно, пусть распаковка останется Но упаковка Чтобы вот это вот ушла Мне нравятся советы Я так люблю считать советы Интересные, смешные Знаете Люди отдают тебе советы Исходя Ну как Бытие определяет сознание То есть как ты живешь Так ты, в общем-то Представляешь Что и в других местах Люди так живут Ну, по крайней мере Ну, где-то так Пока я не попадала за границу И пока Это Кажется, что люди так все живут Что все едят то же самое Нет Совсем так, ну, смеют Вот здесь вот Живет пять миллионов человек Ну, кроме тех, которые Приехали из бывшего Советского Союза Борщ они не едят Картошку жареную на сковородке Тут тоже, кроме нас Никто не жарит Нет Вот такого нету И многого чего Они не едят Не варят и так далее А ты думаешь, что так Везде люди едят Как ты Нет Совсем по-другому Тут не варят никаких киселей Тут никто не варит Никаких компотов Хотя тут есть слово Компот Но компот здесь больше Знаете Это как бы фрукты Фрукты С сахаром В воде Как компот Фрукты с сахаром в воде Сваренные Но он должен быть Как бы более густой Я бы сказала То есть это как бы С категории десерта То есть вот что-то такое Какой-то компот Ну или как бы сказать Что очень такой густой Компот Да Вот такое здесь есть Но все равно Его никто не делает Рецепты есть А варить его никто не варит А вот что такое кисель Это точно никто здесь не варит Такого и знать не знает Вообще Что это такое Вот поэтому Поэтому Значит Возвращаясь теперь к советам Значит Одна зрительница написала Вы возьмите эту картину Какую картину Вот ту большую вышивку Которая стоит у меня в шкафу Которая я теперь озадачена Куда мне ее деть Значит Я думаю Человек не очень Во-первых Представляет ее размеры Она Где-то Вот такая Вот такая Вот такая И вот такая Да Этой руки вы не видите Она очень большая Очень Большая И Женщина советует Повесить ее в подъезде Там где вы переедете Ну Понимаете Что значит повесить в подъезде Вот у нас Например Здесь в подъезде У нас здесь каменные стены Для себя хотела повесить В своем подъезде Да Хотела Каменные стены Как это я буду долбать Тут стены вот такие Смотрите Вот Постучал Как вы это Перегородки Здесь делаются те стены Которые не капитальные Капитальные здесь такие Ну Как я Бетонные такие плиты Да Там Ну и И там такие стены Как бы бетонные Не кирпичные Я неправильно выразилась Звоняйте А такие Ну как эти бетонные Да Вот эти Сделанные из бетона А вот эти тут Перегородки Они все такие Деревянные Ну я думаю Здесь это еще связано С тем что Во-первых Это легче для конструкции здания А во-вторых Если в случае Землетрясения Наверное То все таки Деревянное Оно не будет так разрушаться Сильно Или по крайней мере Не так будет людей Убивать Как это Чтобы тебе на голову Там падали кирпичи Но пол и потолок Здесь Залитый бетон Потому что я видела Как дома строят Вот здесь Напротив меня Я видела Как они заливают бетоном И кстати Все вот здесь дома построены Они все на сваях Вот они Форма у них такая И они заливают Эту сваю Вот они налили Там ее сколько-то Там оно подзастыло Следующий день Добавили Следующий день Добавили Вот это так Двадцать этажей И они добавляют Добавляют Вот такие сваи Поэтому Как бы Извините Долбать Стены Чем Дюбели Какие-то имеются Или еще что-то В таком духе Нету Это раз А во-вторых Здесь Есть такое понятие Которого у нас В Советском Союзе В общем-то не было Это Частная собственность Здесь Здесь все Кому-то Принадлежит Здесь Бесхозного Нету Либо Все Принадлежит Кому-то Любое Здание Любое Все-все-все-все На все Есть хозяин Если хозяин Далеко Есть какой-то Менеджер Который Этим Руководит Если Например Это касается Земли Природы То Земля тут Вообще Вся поделенная До кусочка А та часть Которая Принадлежит Государству Там Государство Собственник Там вообще Не дыхник Туда Поэтому Для того Чтобы что-то Повесить В подъезде Мне надо Пойти К опробуйте Менеджеру И попытаться Ему объяснить Что я хочу Что-то Поцепить В подъезде Он не очень Меня поймет Честно говоря Ну Может и разрешили Повесить Ну Только тут Как-то Оно Извините Ни в тын Ни в дрын К этому Подъезду К нашему Посмотрите Вот прошлое Видео Что там Настил Такой черный Тут эти Белые стены И сейчас Тут будет Это висеть Какая-то Вышивка Понимаете Оно Вообще Не идет Сюда Это раз Потом Другая Зрительница Еще Свешнее Это вообще Она Предложила Подарить Эту Вышитую Картину Этому Значит Кевину Который Тут Оганизует Мне Переселение Я вообще Этого Не поняла Ну Довольно Молодой Человек Да и за Сука Ему лет Ну Там Наверное Может Тридцати В таком Где-то Возрасте Знаете Тут Трудно Определиться Сколько Выглядит Хорошо Такой Подтянутый Может Разрешит Снять На видео Коротенько Так Я тогда Сниму Слушайте На черте Ему Какая-то Это Вышивка Ну Это Вышивка Для Бабушки Или Для Женщины Которая Увлекается Этим Ну Или Для Человека Которому Там Что-то Это Очень Там Нравится Ему Там Хочется Себя Такой Поцепить Это Ж Не Какая-то Там Абстрактная Картинка Абстрактная Которую Можно Любой Может Ее Поцепить Где Угодно Она Пойдет Туда Надо Ему Не Надо А Я А А Я Попробую Я Ему Это Шутя Предложу Скажу Ты Не Хочешь Такую Вышивку Я Тут Поставлю Под Стеткой И Когда Он Пройдет Я Скажу Ты Не Хочешь Такую Могу Тебе Подарить Вдруг Он Согласится Понимаете Ну Кто Его Знает Все Может Быть Да Ну Вообще Конечно Такое Немножко Мне Даже Честно Говоря Знаете Вот Люди Тебе Посоветуют А мне Вот Такое В голову Не Пришло Я Всегда Я Сразу Думала Да Нафиг Оно Ему Надо Молодому Мужчине Какая Там Бабушкина Вышивка А я Даже Не знаю Кто Ее Вышивал Я Говорила Что Я Ее Купила В церкви На Распродажах За Три Доллара Видать После Какой Бабушки Это Осталось И Наследники Это Отдали В церковь На Благотворительность Ну А церковь Там Продала За Три Доллара Ну Вот Так Знаете То есть Как-то Вы Меня Тут Повеселили Своими Такими Предложениями С другой Стороны Знаете Было Очень Интересно Если Б Он Ее Согласился Забрать Так Это Б Я Получила Большой Интерес Например Дочери Я У Ее Есть Мои Вышивки Две Таких Больших Там Картины Вышитые Одна Дали Картина И вторая Я забыла Такой Французский Импрессионист Подарила А Такая Не Такая Им не пойдет Она Как бы сказать Не по духу Их не подходит Ни к дому Дизайну Не подходит Не 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 подходит А знаете Что я вспомнила Интересное Как я недавно Где-то Прочитала По поводу Абстрактной Живописи Кто-то Где-то Не помню Кто Не помню Где Ну прочитала Где-то В интернете Значит Был задан Такой вопрос Почему Так ценится Абстрактная Живопись А Это была статья Про какого-то Мальчика По-моему Из Австралии Маленький мальчик Там что-то Трех лет И он Вот этой Краской Рисует Вот эти Вот абстрактные Такие Хочу сказать Что я Вот Такому Человеку Который Такое Может Абстрактное Нарисовать Я честно говоря Завидую Потому что Это такое Ну вот Как бы у человека Такое мышление И он может Вот такое Что-то там Придумать Как эту краску Наляпать И я такого Не могу Придумать У меня Такого нету Я вот Знаете Там флажок Нарисовать Ну или Какой-нибудь Там цветочек Ну и там Звездочку Вот это Все Значит На что Хватит моей Фантазии А у него Там знаете Такое Так 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 Смотри И вот Там значит По поводу Эта Этого Мальчика Когда показывали И там идет Там Диалог Такой идет И там Значит Задается Такой вопрос А Картины Этого Мальчика Продаются Уже За сотни Что там За сотни Долларов Ну Астралийских Долларов Да Сотни И там Задается Значит Такой вопрос Почему Так ценятся Абстрактные Картины Почему Они ценятся Казалось бы Ну Что там Мазня Да Возьми и на А Нет А Значит Дальше Идет Объяснение Там Ну Как бы Идет Диалог Между Двух Людей Идет Такое Объяснение Что Абстрактные Картины Ценятся Тем Что Бизнесмены Покупают Украсить Свой Офис Свой Дом Почему Потому Что К ним Приходят Разные Люди Если Придет Человек К которому Ты повесил Там Какую-то Картину Может В каком-то Там Патриотическом Стиле А К тебе Придет Человек Которому Это Не Нравится Или Например Ты повесил Там Картину Какую-то В христианском Стиле Ну Я Так Скажу Да А К тебе Пришел Там Бизнесмен Который Мусульманин Он Знаете Посмотрит И ему Может Это Не Понравится И Твой Бизнес С ним Не Случится И Поэтому Такая Картина Которая Абстрактная Она Вот так Вот Эти Картины Ценятся Бизнесменами Мне Вообще Такое Объяснение Никогда Не Пришло В голову Ну Я Конечно Я Знаете Это Воспитанная На Совковом Реализме Как он Там Назвался Социалистический Реализм Мне Надо Чтоб Там Было Так Как На Фотографии Да Вот На Фотографии Кстати Есть Люди Которые Делают Такие Рисунки Даже Карандашом Делают Что Вообще Вылитая Как Как Живое Я Так Подумала Господи Ну На Что Это Так Тратить На Это Своё Время И Свою Жизнь Ну Возьми Сфотографируй Вот Получается Как Фотография Ну Я Не Знаю Зачем Ну Так Ну Я Конечно Иногда Так Я Смотрю И Думаю Между Прочем Да Абстрактная Картина Она Можно Ее Повесить Особенно Так Если На Белую Стенку Повесить Какую-то Абстрактную Так С Яркими Красивыми Пятнами Очень Даже И Неплохо Кстати Ковры Которые Вот Такие Вот В Таком Каком-то Таком Стиле Не Очень Хорошо Смотрятся Поэтому Поэтому Ой Заканчивая Посетилки Хочу Сказать Спасибо Всем Кто Даёт Мне Советы Знаете Ну Я Иногда Отвечаю Может Быть Я Так Думаю Может Быть Иногда Я Отвечаю Вам Покажется Что Там Что Такое Резкое Или Что Не 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 Знаете Ну Не Не Так Сказал Что Не Так Написал Не 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 В коем Случай Не Думайте Я Всегда Очень Благодарна За Любые Такие Советы Ну Кроме Тех Что Типа Я Тут Тебя Смотрела Смотрела Орхидеи Вас С Орхидеями А Теперь Вдруг Тут Что Нибудь Ну Там Типа Про Украину Или Еще Что Это Меня Бесит Я Таких Людей Отправляю Туда За кораблем Почему Потому Что Врет Врет Человек Который Я Тут Смотрела Про Орхидеи Ну Может Если Ты Одно Видео Посмотрела Это Понятно Может Быть Там Попала На Орхидеи Но Если Смотришь Я Немножечко Стараюсь Вас Отвлечь От Бомбежек От Эта Вот Я Включила Новости Там Выступает Такой Есть Политический Обозреватель По фамилии Бабиренко Виктор Бабиренко Вот Я Люблю Его Слушать У него Такая Речь Интересная Самобытная Он Сам По-моему Сумчанин Так Он Кажи Лик Спать Учера Шахеды Летели Прокинувся Утром Опять Летять Привыкла Я уже Спать И вот Я стараюсь Как-то Людей Немножечко От этого Отвлечь Чтоб Знаете Человеку Было Как-то Забыть Немножко На какой-то Момент Об этом Конечно Когда у тебя Летит над головой Что ты там Забудешь Ничего не Забудешь Но все равно Тем не менее Все таки Уже Так долго Это тянется Все таки Знаете Дождемся С вами Когда там Пройдут выборы В Америке Что там Дальше Покажет Это Выборная Компания Я Не знаю Я думаю Что тетку Не выберут Я думаю Что выберут Все таки Трампа Будет так Как было Когда он Хиллари Клинтон Соревновался Она набрала Больше голосов Больше Голосов Набрала Но Там же Голосуют Не люди Напрямую А там Выборщики И выборщики Ее не выбрали Вот так Поэтому Я так думаю Как-то Женщина Чтоб победила В Америке Не знаю Не верю Хочется Ошибиться Я надеюсь Что я Так сказать Буду Это Потом Я даже не знаю Что лучше Она лучше Или это Не Ну Трамп Однозначно Там Там Заместитель его Выступает Там такие вещи Это Вице Такая Шу смайлы Будем там В Украину Ничего Туда Ничего Сюда Ничего Вы ничего Европа Будет давать Что ж Это такое Дело Потому что Они понимают Что если Не будут давать То Путин Пойдет дальше Заодно Прихватит И этих Украинских Военных А что Заставят И неизвестно Что дальше Будет Мы теперь Уже Воюем Кроме того Путина Мы же И с корейцами Воюем Уже Корейцы Поприезжали То только Специалисты Приезжали И всякие Там Наводчики А теперь Уже Показывают Как там Экипируют Этих Которые Будут в местные Штурмы Ходить Ну они Чи будут Ходить Чи разбегутся Куда Нибудь Я думаю Для Северокорейцев Это шанс Вырваться И там То ли В Европу То ли Куда Там Они Смогут Удрать В конце Концом Вот Ну в общем Поживем Увидим Какие-то Изменения Есть Ну а Пока Нам Своя Рабы Нам И ты Докор И Моги Медой Дома А знаете А потом В течение Многих Лет Будем Как Этот Как Моссад Отлавливать Вот Этих Всех Убийц Которые Будут Расползаться И Прятаться Как Тараканы А Их Будут Отлавливать Буданов Будет Этим Заниматься Вот Он Будет Или Создадут Какой-нибудь Под руководством Малюка И Будут Их Отлавливать Везде По всему Миру Всех Найдут И Кожному Найдеться Геляка Суха И Что Бетон Сто Метре Над Земле Ну а Пока Пока Держимся Держимся Идемо До перемоги Подтримуем Одне одного Подтримуем ЗСУ Слава Нашей Україне Слава Украине Це так гарно Ой Такі гарні слова Вони нам заздрять Заздрять Росіяни Нам заздрять За наш прапор Такий І за наше гасло Слава Україне Треба 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 Треба